Азербайджан ввел образцовую войну 21 века с высоким профессионализмом и современно оснащенной армией. В ходе боевых действий и после их завершения Министерство обороны Азербайджана делилось видеокадрами, демонстрирующими сцены военных операций. Весь мир стал свидетелем того, как беспилотные летательные аппараты безошибочно били по военным целям противника. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджанской республики, президент Азербайджана господин Иргам Алиев в одном из своих высказываний дал высокую оценку Байрагдарам, сказав, что помощью Байрагдаров Азербайджан смог нанести поражение технике противника на 1 миллиард долларов. То есть сама эта цифра говорит о эффективности Байрагдаров в отечественной войне, которую вела азербайджанская армия. Кроме того, Байрагдары оказывали серьезное психологическое воздействие на неприятеля. Военные успехи Азербайджана обсуждались во всех мировых СМИ. Им были посвящены отдельные статьи в печатной прессе и выпуски телевизионных ток-шоу. Байрагдары были неотъемлемой частью успеха Азербайджана во Второй Карабахской войне. Они использовались для уничтожения военных позиций противника, поражения танков и систем залпового огня. И самое замечательное в дронах – это то, что их использование позволяет избежать больших потерь живой силы, сокращает материальные затраты и продолжительность войны. Азербайджан во Второй Карабахской войне фактически продемонстрировал тактику ведения высокотехнологичной войны будущего. Военные успехи Азербайджана послужат установлению безопасности в регионе и тому, что в скором времени мирный договор с Арменией действительно будет заключён. Тактика ведения боевых действий Азербайджана уже изучается в различных высших военных учебных заведениях мира. Использование Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов во Второй Карабахской войне в 2020 году увеличило интерес к ним во всём мире. Продолжение следует...